всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня мы с вами свяжем вот такую вот футболочку выполнена она и стопроцентного хлопка футболка получилось очень очень клевая сидит на фигуре от просто отлично носить можно совсем с чем угодно хочет джинсами хоть с майкой хочешь шортами и вот так вот выглядит задней стороны к сожалению мне невозможно ее всю снять из-за держателя для телефона но на фото к видео вы ее видите в полном в полном размере итак давайте приступим непосредственно к вязанию для вязания футболочки нам понадобятся вот такие вот ниточки это фирмы на как голод полный моточки 100 граммовые в них 200 метров идет спицы номера 4 для вязания самой футболочки и номера 325 для вязания воротник ворота нам на спицы 325 нужно набрать 90 одну петлю вот я уже набрала 90 петель пойдет на вязание самой футболки и 1 на соединение в круг после того как нам рали петельки так проверьте чтобы нигде ничего не перекрутилась так вот все правильно и теперь соединяем в кругах с левой спицы переснимаем на правую и по крайне правую набрасываем на переснятую ниточки подтягиваем всем возвращаем петельку обратно на левую спицу и приступаем к вязанию ворота вот мы будем вязать платочной вязкой для этого мы будем вязать ряд изнаночными ряд лицевыми чередуя сейчас начнем с изнаночного ряда таким образом вяжем все петельки по кругу до конца первого ряда я провязала полностью ряд изнаночными петельками вешаем маркер здесь будет обозначаться конец ряда и теперь вяжем ряд лицевыми также вяжем до маркера затем будем вязать ряд изнаночными и так будем чередовать пока нет не провяжем примерно еще скажу 3 сантиметра я провязала город нужной мне ширины и теперь мы будем распределять петли на спинку полочки и вот здесь я уже распределила написала все у нас было 90 петель по 16 петель пойдут на рукава давайте тут подпиши рук здесь рукав 21 петля пойдет на спинку и 29 петель пойдут на наперед вот это да по 2 петли это рекламные линии начнем вязать мы вот с этого места вот с этой верхней правой рекламные линии прибавки будем делать сначала только на спинке то есть вот с этой стороны левая и вот здесь вот будет право на рукавах же начнем мы делать при папке когда будут работу введены обе рекламные линии чтобы при бабочке смотрелись симметрично и красиво так давайте теперь нам нужно будет перейти на спицы большего размера у меня эти 325 я дальше буду вязать на 4 очки также понадобится вот такие вот маркеры у меня один маркер чуть потемнее остальных такой малиновый этой розовый его я буду обозначать им обозначу где начало нашего ряда чтобы не потеряться вот смотрите вешаем маркер берем другие спицы и у нас идет вот две петли это регланная линия нам нужно провязать 2 лицевые эти потом маркер повешу то нападет 2 лицевые это регланная линия дальше вешаем маркер провязываем петли спинки двадцать одну петлю надо провязать лицевыми 1 2 3 4 5 ну хотя вы самостоятельно в суде провяжите двадцать одну петлю повесите маркер дальше 2 петельки лицевые это регланная линия провяжите опять повесите маркер дальше провяжите 16 петель повесите маркер регланную линию 2 петли повесите маркер 29 петелек это перед маркер регланная линия 2 петли маркер и петли рукава и вот этот маркер который начало ряда сейчас это все самостоятельно это установочный ряд провязываем мы теперь будем вязать у нас рисунок будет лицевой глади то есть полностью лицевые петельки сейчас вяжем я провязала вот установочный установочный ряд перешла на спицы большего размера везде маркера расставила и начинаем вывязывание ростка росток как известно вот мы с этой регланной линии начинаем провязываем значит две петли лицевые это регланная линия дальше мы делаем вот здесь вот левая прибавка у нас идет после регланной линии делаем ее вот следующим образом вот так колечко одевая на спицу вот ой ой извините перебрасываем маркер и делаем эту при бабочку так колечко ходили дальше вяжем петли спинки двадцать одну петлю провязываем 21 провязала вот дошли до регланной линии до вот этой и перед ней нам нужно сделать правую прибавку правую вот в эту сторону колечко вот так намотали сделали прибавку переодели маркер 2 лицевые регланная линия маркер перенесли и провязали первые пять петель а вот досюда первые пять видите отметочка еще 5 лицевых это мы начали вязать рукав 1245 следующую петлю мы нам нужно обернуть и он мы будем потому что вязать поворотными рядами при помощи обернутых петель смотрите как мы делаем рабочую нить перед работой снимаем петельку на левую спицу оборачиваем вокруг нее ниточку возвращаем ее на место и переворачиваем наше вязание и теперь мы вяжем изнаночными петельками сейчас покажу как прибавку у нас была прибавка и и провязываем изнаночной все и вяжем дальше смотрите вяжем изнаночными петельками вот отсюда мы начинали в не не до сюда а захватывая вот эти пять петель то есть петли спинки регланной линии и 5 петель рукава то есть вот досюда провязываем все провязала ну вы поняли вот от этого маркера где у нас начало ряда еще пять изнаночных следующую петлю нам надо обернуть делаем то же самое снимаем на место и переворачиваем вязание у нас получается обернутая петелька теперь мы вяжем в обратном направлении так перед этой линии не делаем прибавку а делаем только левую после колечком вот в эту сторону вот так и вяжем уже вот до сюда мы вязали прибавляя вот еще пять петель вот то есть вот досюда вы вяжем сейчас дойду покажу как провязать обернутую петлю так вяжем пока вяжем до обернутой петли теперь забыла сказать провязала петли спинки и вы опять делаете при бабочку то в каждом лицевом ряду мы делаем прибавки 2345 вот мы набрались до обернутой петли смотрите если вы вяжете классикой то вам петельку нужно вот так развернуть если вы вяжете бабушкина и на у вас так и будет смотрите развернули петельку накид одеваете вот таким образом сверху и провязываете вместе и петлю и накид лицевой все это было один и еще четыре петли 2 3 4 до получилось 345 раз а еще на 5 все это вот 5 провязали вот вот здесь мы вот до сюда дошли вот здесь вот мы сейчас в этом месте следующую петлю опять разворачиваем оборачиваем то есть и переворачиваем вязание и опять вяжем изнаночными петельками до обернутой петли 4 ряд я провязала вот дошли до обернутой петли нам нужно поднять вот это вот обертывание или как сказать одеть на спицу и провязать обе петельки изнаночными это один еще четыре два три четыре пять 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 все 1 2 3 4 5 и 1 2 3 4 5 это после вот это регланной линии вот эти две вот эти вот 10 петель уже включили и сейчас мы вот здесь вот до сюда дошли остановились опять разворачиваем а следующую петлю оборачиваем и переворачиваем вязание теперь опять вяжем лицевыми петельками это у нас какой пятый ряд получается делая прибавку здесь после регланной линии и перед регланной линии и вяжем вот до сюда до обернутой петли я провязала до обернутой петли разворачиваем если у вас классика поднимаем ее петельку и провязываем обе вместе лицевой этому вот здесь и теперь нам нужно три петли провязать и опять вязание следующую петлю обернуть и вернуться в другую сторону так провязываем 1 это обернутая 2 3 все следующую петельку обворачиваем разворачиваем вязание вяжем это шестой ряд провязываем опять до петельки обвернутой вот я опять дошла до петельки обвитием она правильно называется они обернуты поднимаем обвитие поднимаем не повязываем месте 1 2 3 3 петли это вот а вот до сюда мы дошли отсюда вот еще вот три здесь вот остановились следующую петлю на нужно обвить развернуть вязание и провязываем вяжем лицевыми снова до петлиц обвитие делая прибавки в этом месте и в этом не забывайте про них добралась я опять до петлиц обвитие так переворачиваем ее обвитие поднимаем и провязываем вместе лицевой 1 2 3 3 провязали дальше что марки запутался провязываем регланной линии перевода на свой маркер и плюсом вот эти вот еще две петельки до сюда вяжем еще 2 следующего по оборачиваем обвиваем переворачиваем и вяжем изнаночные опять до обвитие петли он дошла до петлю вниз до петли с обвитием чуть искать виду поднимаю его и провязываю вместе изнаночной еще две изнаночные реглан линия регланная линия 12 перебросила маркер и еще 2 изнаночных следующую петлю нужно обвить переворачиваем вязание это мы как бы сейчас вот здесь вот находимся вот здесь вот мы повернули вязание вот смотрите таким образом у нас обе линии все регланные линии вошли в работу и теперь с девятого варианта начинаем мы начинаем делать прибавки перед этой регланной линии после нее перед этой после перед этой после перед этой после везде делаем прибавки и сейчас мы вяжем следующим образом мы находимся здесь делая везде прибавки провязываем вот досюда петлю обвиваем разворачиваемся вяжем досюда вам и так вяжем до тех пор пока не соединим петли в круг вот вам тут все размечено 222 здесь два центральные 9 петель провязываем вместе и так довязываем росток самостоятельно вот я практически закончила вывязывать росток сеток сейчас как бы я пришла вот здесь провязала двойную петлю то есть с накидом 1 ушла сюда и здесь осталось уже не 9 а 7 потому что вот здесь вот эта двойная была при повороте и здесь двойную провязала 7 петель осталось провязываем эти 7 петель 2 3 4 5 6 7 таким образом мы соединили вязание в круг и нам теперь нужно довязать до регланной линии до регланной линии то есть вот до этой тогда вязываем здесь рим бавку провязать нужно все вот здесь теперь у нас будет начало нового ряда не вот здесь вот давайте поменяем маркеры местами чтобы понимать что именно вот здесь идет у нас начало ряда повесим на место того смотрите вот сейчас следующий ряд до того как мы соединили вязание в круг нам нужно просто провязать лицевыми петлями нигде ничего не прибавляем след на дальше ряд мы будем прибавлять перед и после регланной линии и так делать прибавки мы будем через ряд то есть ряд вязать по рисунку не прибавляя и ряд делать с прибавками если вы все правильно связали прибавили петли то у вас в итоге должно получиться 39 петель на спинке и 39 петель спереди это в итоге и все и теперь давайте будем провязывать дальше кокетку до необходимой вам длины линии реглана это вы меряете по себе ну какую именно вам надо линию я провяжу померяю на себе и потом скажу сколько в сантиметрах провязала я я провязала необходимую длину мне регланной линии вот если мерить по спинке вот от начала и до сюда у меня вышло 2 вышел 21 сантиметр получается и теперь нам нужно будет отделить рукава от туловища для этого мы провязываем две регланных линии ну две петельки регланной линии и дальше петли рукава при помощи иголочки дополнительной ниточки нам нужно их переснять просто переснимаем и оставляем на ниточке вот я их все пересняла и просто завязала ниточку бантиком для того чтобы петельки не убежали дальше смотрите вот на правую спицу нам нужно набрать 4 воздушных петли 1 2 3 4 далее провязываем 2 регланной петельки 12 и дальше вяжем петли спинки петли спинки провязываем и опять 2 регланной линии 2 петельки регланной линии дальше опять рукав будем отделять провязала петли спинки две петли регланной линии вот у нас опять рукав отделяем его опять на ниточку переснимаем все петельки все петельки отделила рукава вы когда будете их переснимать и потом узелком завязывали вы не стягиваете сильно чтобы рука потом у вас полезла его можно было померить ее все опять набираем 4 воздушные петли 1 2 3 4 вяжите петли регланной линии и провязываете петельки переда вот я провязала ряд можно сказать соединила вязание в крупную отделила рукава и тело джемпера теперь и нам нужно будет вязать полностью все просто лицевыми петельками до той длины которая вам нужно вы можете это сделать длинненькую маечку можете укороченным все на вашего смотрели и в конце внизу ну сама внизу маечки вам нужно опять будет провязать платочной вязкой но это как бы место резинки кто-то может не захочет ну лицевая гладь обычно закатывается вот эти вот четыре воздушные петельки которые мы набирали также провяжите их лицевыми петельками вот мне нужно будет спится потоньше потому что у ади кончик достаточно такой толстый я вот этой вот спицей с острым кончиком носиком провязываю просто эти петельки лицевыми и затем их пересниму на основном но один она основные спицы которыми я вижу за переднюю стеночку я провязываю всю и теперь я надеваю их обратно и буду продолжать вязать по кругу все провязывайте потом я померяю на себе сколько мне сантиметров надо и скажу вам сколько я провязала все я довязала нужную длину лицевой гладью мне маечку в конце также провязала платочной вязкой не забудьте при платочной вязки перейти на спицы меньшего размера на ну то есть на те на которых вязали ворот и провязать несколько рядочков так общая длина маечки вот по спинке то есть вот отсюда и до низа у меня получилось сейчас я вам скажу сколько мне получилось 57 сантиметров 57 до 57 сантиметров теперь нам нужно провязать рукав вот я снялась вот с ниточки петли переодела на спицы один рукав я уже провязала у меня получился вот такой вот после того как я переодела петли на спицы я провязала еще 8 рядов лицевой глади и потом также провязала платочную вязку на спицах меньшего размера вот смотрите вот я одела здесь у нас вот этот вот разрез вот так вот вязать по кругу не надо потому что образуется дырка нам нужно будет поднять петли берем ниточку и поднимаем петельки так так 12 3 берет 4 4 5 5 6 ну вот у меня 6 получилось петелек что я подняла и дальше продолжаем вязать по кругу лицевой гладью 8 рядов дальше переходим на спицы меньшего размера и провязываем еще платочной вязкой столько сколько вам нужно принципе и у вас будет маечка готова останется провести только вт о и спрятать кончики но вернее сначала спрятать кончики а затем провести вт о то есть маечку постирать и маечка будет готова надеюсь видео вам понравилось не забудьте поставить лайк и подписаться на канал всем пока